Друзья, всем привет! Я Виктория, добро пожаловать ко мне на канал. И сегодня у нас будет необычная распаковка. Она необычна тем, что сегодня 31 декабря. Правда, честно-честно, я ждала до 31 декабря. И здесь парфюм, который я заказала вслепую, именно в нем я буду в новогоднюю ночь. В общем, друзья, это нишевый бренд. Он довольно молодой. И он позиционирует себя, его маркетинговая легенда такова, что как будто бы они используют только натуральные ингредиенты. Я, конечно, в этом сомневаюсь, потому что это в современных реалиях, мне кажется, невозможно. Так, вскрываю все у вас на глазах. Я вообще ни разу не пробовала ничего у этого бренда. Но я думаю, многие его знают, потому что... Так, ладно, это пока не буду. Это там мои всякие штуки. А, нет, скорее вот это. Многие знают, потому что один его аромат, он очень похож на ганимет. Ганимет. Его создатель тоже Квентин Биш. Так, но я заказала не этот аромат. Это Essential Parfums The Mask. Создатель этого парфюма Кали Збеккер. Та самая, которая сделала Жадор, классический Жадор Диор. И Жадор Диор я люблю. Я, когда выбирала этот аромат, я выбирала по нотам, по описаниям, по отзывам. И я смотрела, конечно, создателя. Потому что очень часто, если создатель делает какие-то ароматы, которые я вот не выношу, да, особенно если все, которые он сделал, мне не мое, я не стала бы вслепую заказывать. А Жадор Диор вполне себе аромат, который мне нравится. Я взяла 10 миллилитров, да, ну, все-таки риск, что это что-то кажется не мое, достаточно высокий. Ну, я вообще никому не рекомендую заказывать вслепую. Это, знаете, челлендж. Это просто ради эмоций, ради шоу. Так, и еще у них всего два объема есть. 10 и 100. Поэтому, короче, нет никакой этой крышечки. Нету. Нет крышечки. Вот, только 10 и 100, но я решила все-таки начать с десятки, да, еще и вслепую. Ну что, друзья, давайте. Что меня привлекло? Тут в верхних нотах есть славанда, в средних нотах есть пчелиный воск, ну, естественно, здесь есть мускус. И по отзывам это было что-то такое, вот, вроде пудровое. А кто-то это сравнивал с какой-то детской присыпкой. Что-то свежее, уютное, спокойное. Но что-то мне даже напоминает, знаете, не могу вспомнить, что. Ну, вообще аромат очень сложно описать, если честно. Я не чувствую тут вот прямо отдельно какую-то из заявленных нот. Вообще не чувствую. Это какой-то аромат, он такой цельный. Правда, напоминает что-то из каких-то уходовых средств. При этом, наверное, да, какое-то что-то детское. Какой-то крем. Вот я тут чувствую такую ноту, как будто бы это какой-то зубной порошок. Да, вы знаете, в зубном порошке даже не вот мята сама, а вот это вот такая его порошковость. Вообще аромат ассоциируется с утром. Вот если именно говорить об ощущениях, то эти ароматы скорее можно ранним утром встретить в жизни, да, где-то. Какой-то крем. Вот эта свежесть этого порошка зубного. Это чистота. Мускус тут не выпирает. Наверное, даже, знаете, я думаю, это название мускус. Я бы даже назвала чистый мускус. Но это просто уже есть, да. Поэтому так называть не стали бы. Но вот то, как я представляю чистый мускус, вот это об этом всё. Но, знаете, как бы пацан сказал, пацан сделал, и я буду в этом аромате сегодня целый вечер и новогоднюю ночь. Ну, аромат приятный. Он, конечно, такой странный. Сейчас будет у меня рождать диссоциацию, так как он ассоциируется с утром, а я буду прям ночью, да, прям откровенно ночью в нём. Класс. Вот мне нравится, что он именно такой, такой, настолько там всё заблендено, перемешано, смешано друг с другом, что ни одной ноты, ни одной. Если бы я не читала пирамиду, я бы в жизни тут не нашла воск. Хотя, наверное, вот эта нота ещё одна такая. Она, знаете, какая-то вот такая остренькая какая-то нота. Наверное, это он. Так, друзья, друзья, что хочу вам сказать? Что аромат однозначно приятный, что десятку я точно сношу. Буду ли покупать я сто, я не знаю. Он, ну вот сейчас он усаживается, он становится тише. Всё, что о нём писали в отзывах, что он уютный, что он такой мягкий. Вот всё так и есть. Это, правда, лучше один раз попробовать. Потому что настроение отзывы передали очень точно. Я читала на фрагрантике, смотрела пару отзывов на ютюбе. На него вообще очень мало обзоров, на этот бренд, да, кроме вот того самого кулона Ганимеда. А вот про вот этот аромат, допустим, про The Mask, вообще нет отзывов практически. И вот мне было именно это интересно, брать какой-то уже раскрученный, на который 100 миллионов отзывов. Это неспортивно посчитала я. Я считала, что надо взять что-нибудь прям реально вслепую. Я не скажу, что я прям сейчас в восторге, да, но аромат интересный. Ну, пусть будет в коллекции. Я не знаю, что сказать. Я не уверена, что я бы его купила, если бы я его потестила. Я не уверена. Но я подожду сейчас его раскрытие. Такое бывает, как вы знаете, да. Ой, все, друзья. Спасибо, что были со мной, что заглянули ко мне на канал 31 декабря. Я знаю всех очень много дел. Все бегают, суетятся вокруг очереди. Это я такая вот хитрая, да. Сижу дома. Я на самом деле себя не очень хорошо чувствую. Я не знаю, может, это психосоматика. Но я решила никуда не идти. Я буду дома. Ко мне приедут гости. Но я надеюсь, что уже где-нибудь в час ночи я буду либо спать, либо уже отдыхать. Потому что, правда, самочувствие у меня так себе. И вообще, год был довольно эмоциональным. Именно эмоциональным. Я не скажу, что он был прямо вот тяжелым по событиям, да. Особенно в сравнении с 20. Он был очень эмоциональным. Но я считаю, что я выдержала этот напор эмоций. Я не упала, не свалилась. У меня вообще этот год было ощущение, что я учусь плавать. Вот в эмоциональном плане, что вокруг бушуют эти эмоции, то позитивные, то негативные. И я учусь плавать. И я не утонула, чему я очень рада. Но сейчас я нахожусь в таком состоянии нуля. В состоянии, когда я не хочу испытывать никаких уже эмоций. Ни радостных, ни грустных. Никаких абсолютно. Вот мне хочется просто тишины, спокойствия, какого-то белого листа. Возможно, этот аромат, он вот как раз об этом. Я говорю, что в нем не чувствуется отдельно, ни одна нота. И он как будто бы вот такой все смешалось до полного равновесия и стало абсолютным нулем. Все, друзья. Желаю вам, чтобы у вас все мечты сбывались, чтобы следующий год все-таки, да, давайте будем верить немножко в чудо, что это не просто смена цифр, это обновление, и что мы все негативное, все, что нас разрушало, что мы это все уже пережили и оставили в этом 2021 году. И мы идем в новый 2022, берем с собой все позитивные тренды из этого года и усиливаем их, и создаем что-то прекрасное, что-то хорошее, что-то позитивное для себя. И, конечно, открываем, открываем много всяких сфер жизни и парфюмерных, и личная, и бизнес, и карьера, и творчество. Все, 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 друзья. Спасибо вам. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, колокольчик. Не забывайте нажимать, чтобы не пропускать видео. Все, друзья. Всех с Новым Годом. Всех целую. И ура! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok